Участковые избирательные комиссии начали принимать заявления о голосовании по поправкам в Конституцию по месту нахождения. Это сделано для удобства граждан, которые собираются выполнять свой гражданский долг, не по месту регистрации. Подать заявление можно также в любом МФЦ и через портал Госуслуг. Участковые комиссии принимают заявления в рабочие дни с 15 до 19 часов и в выходные с 10 до 14. Мэр Сергей Бусурин посетил избирательный участок в технологическом колледже на Менделеево. Здесь уже все готово к голосованию. В первую очередь соблюдены меры безопасности. Например, новый способ использования кабинок. На этих выборах у нас отсутствует передняя стенка, то есть она открыта, обычно она закрыта. И будет разметка полтора метра. И спиной человек, естественно, ему дано право свой голос тайно поставить свое согласие или да, или нет. Обязательная процедура – измерение температуры. Если она превышает норму, избиратель в зал для голосования не попадет, но все равно сможет выразить гражданскую позицию. Для этого есть специальная санитарная комната. Кроме того, участок оснащен средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиком, а также ручками, которые будут выдаваться индивидуально. Напомним, в областном центре всего будут работать 97 избирательных участков. Также предусмотрен выезд членов УИКа для сбора голосов на дому. Будет притмовое голосование, то есть если люди не хотят идти на избирательный участок, они могут выйти во двор. Где будет голосование? Заранее будут люди извещены. Эта работа будет с домами, с управляющими компанией. Старшие по домам обязательно будут подключаться. В больницах у нас тоже открыты участки. И при необходимости, естественно, мы будем организовать голосование, но по согласованию с Роспотребнадзором. Отметим, что принять участие во всероссийском голосовании можно будет уже с 25 июня, но только по предварительной записи. Этим займутся волонтёры, выезжающие на дом. Основной же день голосования – 1 июля.